МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Управлен транспортным средством. Два человека погибли, шесть пострадали. Говорил, что трез. Четырестас у нас. Яный водитель врезался в стоящую машину. И подготовка не помогла. А вманным путем заманил человека. Укравшего часы стоимостью 400 тысяч рублей задержали по горячим следам. Это не только прямо сейчас. Два человека погибли, еще шесть серьезно пострадали в результате страшной аварии. Трагедия произошла сегодня рано утром на 1115-м километре трассы М7 в Елабужском районе. Там пассажирский автобус Форд Транзит, ехавший из Уфы в Казань, на полном ходу врезался в стоящий грузовик Валдай. Все подробности у Нафиса Минязовой. 4 часа 44 минуты трассы М7 Елабужский район. Автобус с пассажирами влетел в стоящий грузовик на полной скорости. Водитель микроавтобуса погиб на месте. Основная сила удара пришлась именно на его сторону. Тело водителя позже доставали спасатели. Им пришлось с помощью гидравлического инструмента разрезать кузов. На месте происшествия погиб и пассажир Валдая. Серьезно пострадали пассажиры автобуса. В результате этого транспроисшествия еще пострадало 6 человек, которые были доставлены на Елабужский районную центральную больницу для оказания медицинской помощи. В данный момент 2 человека находятся у нас на реабилитационном отделении Елабужского районной центральной больницы. Также 4 человека в травматологическом отделении. Они ехали из Уфы в Казань. По предварительной версии, в произошедшем виноват водитель автобуса. Что именно произошло, сейчас выясняют автоинспекторы и следователи. Скорее всего, думаем, что водитель автомашин Форд Транзит или уснул за рулем, или отвлекся от управления транспортным средством. Что уже стало причиной трагедии, станет ясно только после отработки всех версий, проведения ряда экспертиз и окончания расследования. На Физа Минязова, Ирина Сушилова, Айрат Шигалямов. Вызов 112. Из-за несоблюдения дистанции произошло ДТП на улице Шамиля Усманова. Однако, то, что это не основная причина аварии, дорожные инспекторы выяснили довольно быстро. Почуяв запах спиртного одного из водителей, они предположили, что мужчина сел за руль, будучи нетрезвым, и предложили ему пройти тест на алкоголь. О его результатах знает Айрат Назипов. Учитывая, какие повреждения получил Дэйл Некси, можно предположить, что в момент столкновения скорость движения автомобиля была немаленькой. Водитель БМВ, чья машина, по крайней мере, внешне пострадала, не сильно рассказал, что остановился возле пешеходного перехода из-за пробки. Вскоре в его автомобиль влетела узбекская иномарка. Водитель последний сказал, что просто не заметил стоящую машину. А как вообще не заметил эту машину? Не заметил, нет. А вы употребляли алкоголь сегодня? Нет. Впрочем, такому ответу не поверили автоинспекторы. Мужчина, на их профессиональный взгляд, вел себя странно, и от него пахло спиртным. Чтобы развеять все сомнения, водители предложили пройти тест на алкоголь, на что тот с радостью согласился. 14. Теперь мужчине грозит лишение водительских прав сроком от полутора до двух лет. Кроме того, ему придется заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Автомобиль же нетрезвого водителя увезли на штрафстоянку. Айрат Назип, Амир Зарежев, Вызов 112. 12 машин за один час столкнулись этим утром на улице Беломорская. На протяжении 200 метров произошло сразу 4 аварии. Причинами тому автовладельцы считают как гололед, так и несоблюдение дистанции. Некоторые автомобилисты, объезжая место ДТП, попадали в другие аварии. С ними поговорил Алина Бережная. О скользкой дороге говорили едва ли не все автомобилисты. По их рассказам, практически все дорожно-транспортные происшествия произошли по принципу домино. Водитель КамАЗа протаранил две легковушки. В паре метров от него то же самое сделала и ЛАД-14 модели. Отечественные автомобили ударил Ниссан Альмером. А чуть впереди столкнулись еще три машины. Одна из них впоследствии уехала на месте, остались Лада Калина и ВАЗ-2109. По той же причине автобус врезался сразу в две иномарки, уже после светофоров. Водитель снес Шкоду Рапид, которую после удара отхинуло на Форд Фокус. В тот момент перед легковушками только-только успел пройти пешеход. В результате многочисленных столкновений никто не пострадал. И хотя многие вероятные виновники сетуют на гололед, ответственными за аварию могут признать именно их. По причине несоблюдения дистанции и безопасной скорости. Клинобережная, Ратназипов, Амир Залюшев, вызов 112. Серьезное столкновение произошло на пересечении улиц Карла Маркса и Пушкина. По предварительной версии, автоледи, управлявшая Киа Пиканто, хотела развернуться на перекрестке. В этот момент водитель встречного Киа Рио ехал прямо. Почему произошла авария и кто в этом виноват, водители так и не разобрались, поэтому и комментировать произошедшее не стали. Удар был сильным, об этом говорят повреждения. Участники ДТП остались дожидаться госавтоинспекторов. Оба водителя надеются, что выявить виновника им помогут камеры наружного наблюдения, установленные на данном участке дороги. Шевроли Орландо и Киа Сит столкнулись этим утром на улице Адели Кутуэ. По рассказам водителя последней, он двигался в сторону улицы Вишневского. В этот момент со встречной полосы выехала «Шевроле». Иномарка поворачивала налево и пыталась заехать во двор. Маневр оказался крайне неудачным. Удар пришелся в правый бок автомобиля, в результате чего в салоне сработали боковые подушки безопасности. Серьезных травм никто из участников аварии не получил. Расставил сети для заманивания будущей жертвы мошенничества. В полицию обратился 31-летний мужчина, который рассказывал, что у него обманным путем похитили часы, которые он оценил в 400 тысяч рублей. Подозреваемого задержали, он как раз сдавал краденое в ломбард. Анна Граднова выяснила, как ему удалось лишить владельца такой недешевой вещи. Свою вину 27-летний житель ближнего зарубежья отрицать не стал и во всем сознался. Его задержали по горячим следам, когда он сдавал часы в ломбард. Их ориентировочная стоимость 400 тысяч рублей. Именно возможность быстро и относительно легко обогатиться и увидел задержанное в объявлении на одном из сайтов о продаже ювелирного изделия. Он предложил продавцу подъехать к нему домой, чтобы детальнее рассмотреть товар и обсудить условия сделки. Однако в какой-то момент покупатель под надуманным предлогом ушел из квартиры вместе с часами. Поняв, что стал жертвой обмана, мужчина незамедлительно позвонил в полицию. Возвращаться в квартиру подозреваемый не собирался. Он ее снял специально ради обмана. Преступление готовил заранее. Вина признается своя? Да. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». Подозреваемый решением суда помещен под стражу. Полицейский проверяет его на причастных к совершению аналогичных преступлений на территории города. Часы возвращены законному владельцу. Анна Городнова, Вызов 112. Обвиняемый в мошенничестве на сумму около 450 миллионов рублей предстал перед судом. Сегодня в Ахитовский район и суд Казани начал рассматривать уголовное дело в отношении 56-летнего Роберта Ташкалова. Первое рассмотрение 6 марта этого года отложили из-за неявки подсудимого, который находится под подпиской о невыезде. Он предоставил справку о болезни и заседание перенесли. Сегодня он явился в суд. По версии следствия, мужчина под предлогом получения займа на организацию производства композитных материалов похитил деньги двух инвестиционных компаний, а также обманул и физические лица. Все происходило в период с октября 2009 года по июль 2015. Являясь генеральным директором ЗАО ЯМТ+, ЗАО ЯМТ, ЗАО НУРАН и ООО НУРАН КЛАСН, действуя из скоростных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием, похитил денежные средства ООО Татнефтехим Инвестхолдинг, ООО Химик, ООО Росельхозбанк, а также троих граждан. Как установили следователи, подсудимому под предлогом расширения бизнеса инвесторы выделяли деньги на строительство производственного комплекса. Однако на эти цели пошла лишь малая часть средств. Кроме того, согласно уголовному делу, обвиняемый взял кредиты и уговорил сделать то же самое сотрудникам своей фирмы, обещая все погасить, но обещание не выполнил. 5 миллионов его подчиненных выплачивают самостоятельно. Сейчас ему инкриминируется преступление по статьям «Мошенничество и уклонение от исполнения обязанностей при патриации денежных средств». Сегодня подсудимому зачитали обвинительное заключение. И это все, о чем мы успели вам рассказать обо всех происшествиях. Вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Это можно делать и в нашей группе ВКонтакте. Туда можно присылать и снятое вами видео. В студии был Эдар Гумеров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Редактор субтитров А.Семкин